Проблема с гормоном роста есть очень-очень у многих. И сегодня я хочу с вами поговорить про гормон роста, который снижается с возрастом. Если появляются проблемы с суставами, мышцами, другими органами, часто бывает это вопрос гормона роста. И гормон роста участвует в сжигании жира, накоплении коллагена, росте мышц, выносливости во время тренировок. И также он помогает восстановиться после повреждений, травм, операций и даже инсульта. Гормон роста нужен для когнитивных функций мозга, поэтому при дефиците как раз-таки гормона роста может ухудшаться память и концентрация внимания. Но рекомендуется принимать гормон роста не всем. Я расскажу то, что реально стимулирует гормон роста. И когда вы спите, то гормон роста тоже-тоже повышается. Интенсивные тренировки повышают очень-очень сильно гормон роста. Аминокислоты, которые нужны для стимуляции гормона роста, особенно это аргинин. Аргинин самая важная аминокислота для стимуляции гормона роста. Голодание сильнее всего, кстати, влияет на гормон роста. Плюс витамин D, дефицит витамина D очень-очень сильно влияет на гормон роста. Что, кстати, серьезным образом влияет на гормон роста и точнее понижает его. Конечно, это гипотиреоз, повреждение печени супер-супер сильно влияет на гормон роста. Из разряда, чем сильнее повреждена печень, тем меньше гормона роста. Алкоголь сильно может подавить гормон роста, так же как возраст. Ну и еще одна фишка, это, конечно, ожирение. Но я бы сказала, что больше всего гормон роста просто максимально уходит у тех, у кого есть проблемы с хроническим стрессом и постоянно высоким кортизолом. Я сразу скажу, что гормон роста это та вещь, которую можно просто максимально-максимально использовать при помощи просто-просто тех вещей, которые я называю. Интенсивные тренировки, сон, аминокислота, аргинин, лоу стресс, лоу депресс, витамин D и плюс гиперинсулинемия из разряда высокий, постоянно очень высокий уровень сахара. Это влияет на гормон роста. Алкоголь сразу минус на много-много времени гормон роста. И люди, которые не спят, у них тоже проблема с гормоном роста. Конечно, тренировки это хорошо, но без вот этих вот вещей, которые я назвала, будет достаточно непросто восстановить гормон роста. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу и дам обратную связь.